Ситуация с закрытием дома быта на реконструкцию стала еще более нашумевшей. Полтора месяца хождений предпринимателей по кабинетам чиновников привели лишь к невнятным диалогам и бессмысленным спорам. В результате запутались не только собственники и арендаторы, но, похоже, и сами чиновники. О том, что арендаторов выгоняют на улицу, знают и в приемной президента Российской Федерации. А для того, чтобы вызвать властей на диалог, предприниматели пришли на сессию городского совета. Мимо нас столько депутатов прошли, никого не заинтересовало, в чем дело. Вы на своей работе, мы на своей работе, нам также хочется работать, поймите, и создавать рабочие места. Мы их создаем, а вы их, понимаете, уничтожаете. В начале недели Центр антистихии прогнозировал, что в ночь с 30 на 31 октября ожидается обильный мокрый снег, гололедица и ветер аж до 22 метров в секунду. Виной всему балканский циклон, проходящий по территории нашего региона. Прогноз оправдался. Только за день в городе выпала половина месячной нормы осадков. А результаты плачевные. Отсутствие электричества, десятки поваленных деревьев и многочисленные аварии. На территории города Орла на текущее время зарегистрировано 35 дорожных транспортных происшествий, в результате которых два человека пострадало. Отделом ГИБДД выданы подписания спецавтобазе на посыпку дорог и улиц. Впервые участницы кабаре-шоу «Камеди Вумен» приехали в Орел. Они говорят о нарядах, косметике и мужчинах, о лишнем весе, размере груди и богатстве внутреннего мира. Еще они поют, танцуют и смеются друг на друга. Барышни поделили с орловчанами своими секретами успеха и доказали, что женский юмор – это явление особенное, имеющее свой шарм и изюминку. Маш, давай я попробую. Давай, Надя, сади. Надь, понимаешь, у нас тут как бы группочка, и ты нам переходишь дорожечку. Если ты так же классненько будешь петь, то наша карьерочка закончится плачевненько.